Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Репортаж нашей программы. Прагматизм, открытость, постоянный поиск новых направлений сотрудничества, приверженность последовательному наращиванию и укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, культурно-гуманитарных обменов со всеми международными партнерами. Вот что характеризует внешнюю политику Узбекистана. В декабре 2020-го, напомним, наша страна получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Эта многосторонняя структура обладает растущим международным авторитетом и широкой географией практического сотрудничества. Эффективной платформой для определения новых совместных проектов выступает формат заседаний Высшего Евразийского экономического совета. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. В саммите, прошедшем под председательством президента Республики Казахстан, Касым Джамар Татакаева, также участвовали почетные председатели совета. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Азарбаев, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садр Джапаров, премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян, президент Республики Куба, страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе Мигель Бермудес и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В своем выступлении руководитель нашей страны озвучил целый ряд актуальных инициатив, направленных на углубление конструктивного взаимодействия нашей республики с данной организацией. Уважаемый Касым Джамар Татакаев, уважаемый Нурстан Абишевич, уважаемые главы делегации, искренне рад приветствовать всех участников очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Хотел бы присоединиться к словам моих коллег и отметить успешное председательство Республики Казахстан в Евразийском экономическом союзе. По инициативе наших казахстанских партнеров были приняты важные решения, которые способствовали расширению многопланного сотрудничества в рамках объединений. Выражаю особую признательность за поддержку совместных мероприятий, направленных на углубление конструктивного взаимодействия Узбекистана и Евразийского экономического союза. Уважаемые коллеги, прошел ровно год с момента присоединения Республики Узбекистан к Евразийскому экономическому союзу в качестве наблюдателя. За этот период мы заложили прочную основу для всестороннего развития долгосрочных отношений. Выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией. Реализуется меморандум и трехлетний план конкретных мероприятий. Узбекистан активно участвует в работе других органов Евразийского экономического союза. Мы последовательно продвигаемся в вопросах сближения национального законодательства с нормами Евразийского экономического союза и в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли. Наша страна подключилась к цифровой платформе путешествия без COVID. Начат процесс присоединения Узбекистана к Евразийскому банку развития. Несмотря на вызовы современности, нам удается адаптироваться к непростым условиям и находить новые точки роста. Так, внешний торговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза за 11 месяцев текущего года увеличился на 30%. При этом, по сравнению с до пандемийным 2019 годом, наша торговля со странами объединения выросла на 11%. Уважаемые участники заседания, Узбекистан уступает за выработку согласованных мер по сохранению позитивной динамики и обеспечению устойчивого развития торгово-экономической связи с государственными участниками нашей организации. В этой связи хотел бы остановиться на наиболее актуальных задачах, требующих совместных решений. Первое. Считаем важным дальнейшее устранение барьеров и ограничений во взаимной торговле. Готовы к совместной выработке подходов и механизмов по созданию наиболее благоприятных условий для увеличения товарооборота со странами Евразийского экономического союза. Продолжаем работу по гармонизации норм технического регулирования санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований. В данном контексте совместно с Евразийской экономической комиссией завершаем согласование отдельной дорожной карты. Второе. На прошлом саммите много говорилось о важности углубления промышленной кооперации. Сегодня наша работа в данном направлении выстраивается с государственными участниками преимущественно на двусторонней основе. Мы приняли и последовательно реализуем дорожные карты по укреплению промкооперации с Россией, Казахстаном, Белоруссией и Кыргызстаном. Считаем целесообразным организовать соответствующие взаимодействия с объединением на системной основе. В частности, мы готовы принять участие в создании онлайн-карты индустриализации Евразийского экономического союза. Третье. Продвижение проектов строительства новых транспортных коридоров придаст дополнительный импульс совместной работе по наращиванию транзитного потенциала наших стран. Рассматриваем также возможности для присоединения Узбекистана к программе внедрения навигационных пломб для отслеживания грузоперевозок соглашения о реализации, которые подписываются сегодня. Для нас представляет интерес и новая инициатива о создании цифровой экосистемы развития логистических цепочек Евразийского экономического союза. Четвертое. Важно объединить усилия государств, членов и наблюдателей в реализации проекта «Зеленый энергетический» с учетом глобальной климатической повестки. В этой связи готовы присоединиться к рабочей группе высокого уровня, о которой сказал Владимир Владимирович, и предлагаем в рамках ее деятельности утвердить совместный план мероприятий в сфере зеленого развития. Инновации и передовых IT-решений имеют определяющее значение для повышения конкурентоспособности наших стран. Для обмена знаниями, опытом и передовыми технологиями развития системного взаимодействия между IT-парками и центрами наших стран, расширения делового партнерства в данной сфере, предлагаем провести очередной евразийский цифровой форум в Узбекистане. Шестое. В целях подготовки согласованных предложений по более активному вовлечению государств-наблюдателей в реализацию важных деловых инициатив и программ на евразийском пространстве, стимулирование научно-технического и гуманитарного обмена намеренным эффективно использует возможности Центра развития Евразийского экономического союза. Для этого предлагаем провести на данной площадке серию совместных мероприятий по приоритетным направлениям взаимовыгодного сотрудничества с активным участием институтов развития наших стран. Седьмое. Исходя из целей экономической интеграции, хотели бы расширить возможности участия стран-наблюдателей в работе Совета в органах Евразийской экономической комиссии. Это позволит повысить эффективность взаимодействия и будет способствовать выработке совместных решений. Уважаемые коллеги, подтверждаю твердую приверженность Узбекистана углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Евразийского экономического союза. В завершение уступления хотел бы пожелать президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургажаевича Джабарова, больших успехов в связи с переходом председательства Евразийском экономическом союзе Гыргызстана. В пользу случаем поздравляю вас, уважаемые друзья, с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, благополучия и достижения поставленных целей. Благодарю за внимание. Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета детально рассмотрели вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и углубления интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС, в том числе практического взаимодействия в области экономики, торговли, промышленности, транспорта, таможенного администрирования, цифровизации и других направлениях. Назвали конструктивным и плодотворным участие Узбекистана как страны-наблюдателя в работе структур организации.